Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня также 3 марта, сегодня масленица. И вот я уже говорила, так как сегодня у нас выходной, у меня появилась возможность более подробно, развернуто, ответить на некоторые вопросы, которые приходят. Ну и в конце хотела бы я ответить на вопрос, который немного подняет вам настроение, который немного даже как-то с юмористическим таким уклоном. Мне очень часто спрашивают, закапываю ли я пух и перья в землю, то есть добавляю я в лунку перья, свежую рыбу. У нас люди в последнее время, ну вот много вот этих блогеров, которые советуют, один советует, закопайте куриные пух и перья, другие закопайте свежую рыбу. Я вам расскажу про свежую рыбу. В прошлом году мне одна женщина написала в Одноклассники смех и грех. Говорит, Оля, не знаю, что делать. Начиталась, что надо закапывать свежую рыбу, купила мелкой рубежки и при посадке томатов, при высадке, добавляла по горстке немножко этой рыбы. Говорит, боже мой, что случилось? Утром вышло, все вот так перекопано, ну вы представьте запах свежей рыбы. Все коты с окрестных участков к ней пришли и добывая вот эту рыбу, выдернули ей все эти помидоры, все это поваляли, покрутили. Она говорит, я в шоке. Ну и исходя из этого, я вам все-таки советую, наверное, свежую рыбу не надо закапывать. По крайней мере, я никогда не закапываю свежую рыбу, я никогда не закапываю пух и перья. Но уже сейчас есть более цивилизованные какие-то средства. Если вы действительно сторонник выращивания вот таких своих экологически чистых продуктов, не хотите вы суперфосфат, а это для чего все добавляют рыбу, вот эти перья? Конечно, фосфор. И если вы хотите экологически чистые, ну пожалуйста, есть вот рыбная мука. Я сейчас опять купила себе рыбные муки, в прошлом году я показывала. То же самое вы получите, добавив ложечку рыбной муки в лунку. Она, по крайней мере, да, запах тоже может привлечь. Женщина одна писала, в лоточке осталась вот эта рыбная мука. И кот пришел и все-все вылезал, аж съел. Но дело в том, что если вы закопаете в землю, запах не такой, как от рыбы. И ее из земли уже невозможно будет выкопать. Но все-таки это немного более цивилизованный способ обогащения фосфором нашей земли, вот наших лунчик. Ну и тут, тем более, еще другой есть состав. Я вот завтра или послезавтра постараюсь видеоролик снять о пользе рыбной муки. Потому что тут тоже есть некоторые нюансы. Вот она окисляется, ее нельзя хранить на жаре. Ее нельзя хранить в открытом виде, ее нельзя во влажности большой хранить. Она плесневеет. Это натуральный продукт. Там много жира, окисляется, плесневеет, портится. Тоже нужно как умело ее применять. Но все-таки, я считаю, это все равно лучше свежих рыб, лучше перьев. Перья тоже никогда не закапываю. Почему? У меня был один раз опыт, ну, я не в лунке, конечно, закапывала. Мы ездили на природу отдыхать. Был дождь, намочили там все, подушка. Пролежала очень долго и заплесневела. Вот запах плесени, вы знаете, что избавиться невозможно, проще новую купить. Я ее разорвала и в компостную кучу выбросила. Я думала, перегниет, как раз обогатится все это. Ну, вот с тем же умыслом, зачем люди закапывают в лунке. Ну, компост-то там лежит год или два. И вот, когда через два года там все сгнило, все эти растительные остатки, я же всегда пересеваю, как вот делаю, измельчаю. Эти перья до сих пор там были целые. Поэтому, если вот этот пух перо, если крупные фракции, вот эти вот, сами, кто они, вот основание это перьев, оно у вас будет болтаться в земле несколько лет. И на следующий год, и, может быть, еще даже через три года, это вот, конечно, это органика, но она трудно растворимая. И я не знаю, может быть, кто-то применяет какие-то быстро растворимые перья, или, может быть, добавляют что-то для того, чтобы они растворились. Но я считаю, что, если у вас нет время, если у вас нет, где опять здесь столько перьев, я вот не представляю, у нас, например, нет лишних перьев. Я при себя могу ответить. Никогда не закапываю перья, никогда не закапываю свежую рыбу. Хочется более натуральные продукты вырастить. Пожалуйста, есть зола, есть вот рыбная мука. Пух, вкусно пахнет рыбой. Ну, может быть, тоже приманка для кошек, но в прошлом году никто не посягал на мои лунки. Я добавляла рыбную муку, все было прекрасно. Пуха перья.